Всем привет! Вы на канале МАДИ. Сегодня у нас куриные беточки с рисом и овощами. Это блюдо для тех, кто следит за своим здоровьем и для тех, кто любит вкусно покушать. Поехали! Две куриные грудки нарезаю на кусочки, отделяю все пленочки. Перекручиваю в фарш. Одну среднюю морковь и немного жесткой части пекинской капусты тоже перекручу к куриной грудке. Пекинская капуста состоит из большого количества сока и совсем небольшого количества волокон. Так что, товарищи, я вам советую ее все же порезать. Добавляю одно куриное яйцо, чайную ложку соли. Теперь необходимо фарш хорошенечко вымесить, вот так, и даже отбить в чашке. Для того, чтобы в мясе образовались соединительные волокна. Так беточки будут хорошо держать форму и не потрескаются во время приготовления. Чистыми мокрыми руками формирую беточки. Мне сегодня захотелось, чтобы они были вот такие небольшие. Вы можете сделать по-своему, можете сделать покрупнее. Когда все беточки налепила, обваливаю их в манной крупе. Выкладываю всю эту красоту на досочку, застеленную пакетиком. Эту порцию беточков я заморожу. Потом, когда они замерзнут, я их переложу в пакет, и они будут дожидаться, когда мы их захотим. Беру емкость из морозилки и... Опа! Да, и так бывает, ничего страшного. Слушайте, как хорошо, что я емкость помыла перед этим, и у меня нет никаких крошек. А пока я промываю в проточной воде бокал риса. Вот эти беточки я буду готовить сейчас. Нарезаю кабачок. У меня еще осталась пекинская капуста. Тонкую ее часть я уже использовала на борщ. Осталась жесткая часть. Ну и, честно говоря, она мне на вкус даже больше нравится, чем которые тоненькие листочки. Разделяю листочки. В казан наливаю один бокал воды. И добавляю 3 столовых ложки подсолнечного масла. Оно у меня рафинированное и без запаха. Добавляю 1 чайную ложку соли без горки. И немного лаврового листа. Вот у меня такие 3 маленьких листочка. Можете добавить 1 лавровый листик целый. Выкладываю рис. Сверху кабачок, беточки. Затем по кругу выкладываю листики капусты. И наливаю еще один бокал воды в серединку и по краям. Закрываю сверху все капустными листами и тарелкой. Делаю большой огонь, чтобы закипело побыстрее. Когда закипит, делаю огонь поменьше. И закрываю крышку. Пусть варится на медленном огне минуток 20. Все готово. Открываю крышку. Поднимаю тарелку и пробую. Беточек готов. Рис тоже. Накрою крышкой и полотенчиком. А пока нарежу хлеб и подготовлю посуду. Открываю крышку. Убираю в сторонку капустные листочки. Вот такие беточки. Смотрите, они покрыты манкой. Все соки остаются внутри. Кладу в тарелку рис с кабачками, пару беточков и несколько листочков капусты. Они, кстати, очень вкусные. Посмотрите, какой он внутри сочный. Очень вкусно. Рис с кабачками тоже очень вкусный. И хорошо проварен. Нам сейчас по диете нельзя рассыпчатые каши. Все должно быть на грани просто, ну как сказать, переваренности. Зато никакого вздутия, тяжести и изжоги. Все вкусно и полезно. Такое блюдо можно тем, кто придерживается диеты стол номер 5. При любых проблемах с ЖКТ, при панкреатите, холецистите и тому подобное. Это блюдо полноценно. Оно богато белками, жирами и углеводами. А это значит, что мы получили все, что нам было только нужно. И нам было не только вкусно, но и полезно. Если вы на наш канал еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас. Жмите на колокольчик с надписью «Все». И тогда к вам будут приходить уведомления о новых видео от нашего канала, и вы нас точно не потеряете. А у нас на канале много интересного, вкусного и полезного. Поделитесь ссылочкой на этот рецепт со своими друзьями. И они, я уверена, скажут вам спасибо. А я говорю спасибо вам. Спасибо за внимание. Спасибо за лайки. Даже, возможно, за дизлайки. Любая ваша активность помогает нашим видео в продвижении. Не оставайтесь равнодушными. Всем спасибо за внимание. Мира и добра вашему дому. До новой вкусной и интересной встречи. Пока-пока.